Петра Степановича, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. В первую очередь, хотелось бы вас поздравить с юбилеем. Вам 60 и значительную часть жизни, 15 лет, вы проработали в должности директора Екатеринбургского кукольного театра. Что вы считаете своим главным достижением, чем могли бы похвастаться? — Ну, я должен сказать, что 15 лет — это у меня было, как сказать, два прихода, два пришествия. Первый — это с 90-го по 2000-й год, потом был десятилетний перерыв. А это вот второй приход, пришествие в театр кукол, родной, который я, собственно, как бы построил, ну, в смысле, реконструкцию провел. Самое главное, что самое главное в жизни? Вот этот дом построил, это очень много. Надеюсь, построил коллектив, что значительно сложнее, чем построить дом. Я имею в виду творческий коллектив. Первая золотая маска в городе Екатеринбурге — это наш театр, это 97-й год за спектакли-картинки с выставки. Это тоже очень такое знаковое событие, потому что я помню, мы возвращались из Москвы ночью, и нас встречал духовой оркестр на перроне нашего вокзала. Это тоже было очень яркое событие, первое в Екатеринбурге. Это тоже знаковое событие. Я полагаю, вот недавно было театру 80 лет, 15 из этих 80 лет я его возглавляю, и понимаю, что театр 80 лет живет, у него есть свои традиции, поколения меняются. Мы пытаемся традиции, заложенные вот в этом театре, сохранить, не поломать их, не дай бог поломать. Вот сохранять эти традиции — это очень важно, поверьте мне. — Вы говорили о здании, все-таки театр «Кукол» — визитная карточка, одна из визитных карточек Екатеринбурга, и это единственное здание в стране, если не в Союзе, когда в 64-м году только для детского театра построили отдельные специальные здания. Сколько реконструкции оно пережило, и сколько пришлось на ваши годы? — Одна, на мои годы, слава богу, одна пришлась. Это вот 96-98, два года шла реконструкция. Театру 80 лет, вы абсолютно правильно сказали. А здание у театра появилось в 64-м году. До этого театр… Было здание на Ленина, такое абсолютно небольшое, но театр вел кочевой образ жизни. А в 64-м году это была, конечно, революция настоящая, когда появилось прежнее здание. Оно было совершенно другое. А вот новое рождение здания произошло вот в 96-98 год, когда оно полностью изменилось. Я знаю, что еще перемена небольшая впереди. Еще один зал появится, да? Понимая, что мы вступаем в очень сложный период жизни, я имею в виду Россия вступает, достаточно непростые экономические времена, мы пытаемся как-то немножко вперед заглядывать, что не всегда город будет иметь возможность поддерживать театр в том виде, в котором нам будет достаточно. Поэтому мы пытаемся своими силами зарабатывать, насколько у нас это получается. Для этого мы придумали еще один зал. Мы сейчас ломаем голову, придумываем название для этого зала. Надеюсь, мы придумаем очень оригинальные названия. Это будет зал для самых маленьких. Вот. Работаем, живем, движемся, придумываем. То есть все прямо приходится придумывать и все реализовывать на голом энтузиазме или все-таки помощь какая-то от города области есть? Да, ну что, если бы не помощь города, театр бы не смог существовать. Субсидия, которые нам дает город, это как бы львиная доля в нашем бюджете. И мы зарабатываем тоже достаточно прилично на сегодняшний день. Город – наш учредитель, наш благодетель, что называется. Поэтому огромное спасибо им за это. Есть у Ганса Христиана Андерсена рассказ, повесть. Она так называется «Директора кукольного театра». Ну, если не вдаваться вообще в само повествование. Но «Директора кукольного театра» была мечта, чтобы однажды его марионетки ожили. О чем вообще мечтаете вы? Марионетки ожили? Там не очень хорошо все кончилось. Марионетки его потом побили. Его побили? Хорошо. Я просто эту сказку, к сожалению, не знаю. Театр кукол – это очень сложный организм. Совсем непростой. Вот в представлении рядового горожанина, жителя, театр кукол – это нечто такое несерьезное для детей. Это абсолютно не так. Поверьте мне, с моим достаточно большим опытом работы вот в этом виде искусства, я пришел в профессию давным-давно, в далеком 1974 году. Я поступил в Горьковское театральное училище на отделение театра кукол. Вот и с тех времен я в этой профессии, вот в этом театре. И уже, поверьте, могу какие-то выводы делать. Театр кукол – это очень сложное, очень глубокое искусство. Оно самое древнее. Драматический театр появился значительно позже, чем кукла, кукольное искусство. Кукла исходит, как бы еще тотемные действия, обряды. И кукла – это живое абсолютно существо, вот она, мастер ее создал, а актер должен ее вдохнуть в нее душу. Поживите все-таки. У нас есть комната, где живут куклы, их там очень много, поверьте. Иногда, очень редко мы туда делаем экскурсии для ребят. Когда они туда заходят, у них шок. Я абсолютно искренне говорю вам об этом. У них шок, они входят и останавливаются. Потому что такая масса кукол и та энергия, энергетика, которая происходит, они живые. Они живые, это абсолютно точно, они живут своей жизнью. А куклы бывают разные. У нас есть спектакль «Бобок» по Достоевскому. Там есть категория кукол, которых мы накрываем тканью. Поскольку они излучают не совсем хорошую энергию. Поэтому кто знает, что происходит с ними ночью, когда в театре нет актеров. Может быть, они живут своей жизнью. А то, что они побили того директора театра, мы очень любим своих кукол. Поверьте, очень бережно к ним относимся. Когда молодежь приходит в театр, они четыре года учатся в институте, но тем не менее, это только первые шаги. Когда они приходят в театр, мы пытаемся им привить более глубокие знания о кукле, о ее природе. О том, что с куклой очень бережно нужно обращаться, иначе могут произойти вообще вещи малопредвидимые. Мистика какая-то. Да, это мистика. А что может произойти? Я вам такой пример приведу. Это исторический факт. Средневековая Европа, когда еще государства, города были, на ночь из города выгоняли воров, проституток и кукольников. Почему? Потому что был такой страх перед обладателями этой профессии, что они могут вселить не только в куклу душу, но и делать какие-то другие вещи. Поэтому мистика здесь с куклами связана, она очень рядом идет. Поэтому это очень серьезный, очень серьезный, глубокий жанр. Мы проводили прошлый фестиваль, они у нас тематические фестивали, мы дали ему название, тему «От наивности ребенка до мудрости философа». Вот театр кукол он такой, это театр для всех, от самого маленького ребенка, который только первые шаги делает, до взрослого человека, потому что это огромная философия, заложенная вот в этом виде искусства. Вы сказали, спектакль по Достоевскому, то есть разновозрастный такой репертуар получается. То есть он не детский театр кукол, как мы все привыкли думать. Нет, я об этом много раз говорил, с вашими коллегами в том числе. Это ошибка, это иллюзия, что театр кукол – это детский театр. Это когда-то в Советском Союзе, благодаря Образцову, который сказал, что это для детей и так далее. Нет, театр кукол, даже в нашем театре репертуар около 40 названий спектаклей. И около 6-7 названий – это репертуар для взрослых. Для взрослых. Очень жаль, или мы недорабатываем, или, может быть, у театралов… Хотя нет, у театра есть своя аудитория абсолютно точно, которые знают, любят этот театр, следят за ним, когда появляются премьеры. И, конечно же, взрослый репертуар – это отдельный пласт для любителей нашего жанра, нашего вида искусства. Вы в детском театре работаете, любите ли вы детей? И какие особенности работы есть с маленьким зрителем? Работать в театре кукол и не любить детей – это невозможно, поверьте мне. Театр вообще – вещь очень специфическая. Театр или принимает человека, или не принимает. Это уже много раз проверено. Приходит человек вроде эрудированный, достаточно образованный. А это не наш человек. И он уходит через какое-то время из театра. Театр – это любовь к детям, в первую очередь. Потому что понятно, что львиная доля репертуара около 30 – это для детей самых разного возраста. От самых маленьких до, я уже сказал, до взрослого зрителя. И репертуар исторически так уже складывается. Если вы обратили внимание, зритель, хотя, может быть, вы этого не знаете. В Екатеринбурге последние годы происходит некий бэби-бум. То есть достаточно много детей рождается. И слава богу, что вот этот этап происходит в нашем городе. И родители пытаются привезти своего ребенка в театр кукол. Но с самых первых, что называется, шагов. Когда-то в советское время на билете было на обратной стороне написано, детям младше четырех лет посещение театра кукол не рекомендуется. Сейчас норма в два года – это уже абсолютно наш зритель, который приходит. Да и до года приводит детей. Приводит. Правда, мы, поскольку, я надеюсь, мы специалисты, не надеюсь, я уверен, мы специалисты в нашем деле, мы не рекомендуем. Дети бывают разные. Бывает ребенку, который готов из года посещать театр, а есть дети, которым это противопоказано. И не дай бог, если он испугается, и вот эта боязнь перед театром останется на потом. Поэтому здесь очень осторожный подход. То есть все-таки с четырех лет, не раньше? Нет, нет, нет. У нас есть спектакли и от полутора, и двух лет, и два с половиной года. Мы принимаем, я говорю, но только это индивидуальный подход. Индивидуальный подход к ребенку, к мамочке, которая вот приводит его. Пытаемся объяснять и учить. А спектакль для детей – это что, просто яркое представление, или здесь какая-то воспитательная функция есть? Значит, дети, ну вы знаете, у них совершенно четкие есть градации своего развития. До трех лет ребенок – это еще человек, то есть самые первые шаги он делает. Особенно до двух лет еще, до трех, вот взрослеет ребенок быстрее. Поэтому вот для самых маленьких детей это еще и не спектакль, это интерактив такой, игра. Мы пытаемся его познакомить, что такое театр, в принципе, что такое театр кукол как бы в частности. Поэтому вот приучаем к театральным традициям, как вести себя, что делать. Вторая категория, когда ребенок уже начинает понимать и осознавать, что он человечек, что он вот пришел туда-то, туда-то, что он уже соображает, это вот от трех до пяти. И мы пытаемся репертуар наш именно так строить для самых маленьких, вот чуть постарше, дети, которые вот до пяти лет. Ну а пять лет, это же уже человек, в нашем представлении нашего театра, там мы уже на более серьезные темы с ним начинаем говорить. Кукольный театр проводит уже много лет на своей площадке фестиваль Петрушка Великий, международный фестиваль. То есть вы просто опытом обмениваетесь? Или здесь еще какие-то другие задачи стоят? В чем принципиальное отличие нашего фестиваля? Это фестиваль-лаборатория. Почему стремятся сюда и молодые режиссеры, и художники попасть на наш фестиваль? Потому что во время фестиваля проходит целый ряд мастер-классов. В ежедневном режиме проходят обсуждения спектаклей, обсуждают мастера, самые большие мастера, которые вот у нас в России, плюс мы приглашаем из-за рубежа, например, председателя нашего жюри Марик Вашкель. Это Польша, он доктор наук, профессор, человек очень уважаемый в кукольном мире, он председатель. И когда на уровне больших мастеров происходит столкновение мнений, школа, европейская школа, российская, они отличаются, и между ними начинаются эти споры, что так, что не так, что туда, что не туда. За этим гости, которые присутствуют на фестивале, просто следят, открыв рот. В результате этих дебатов, этих споров рождаются вот какие-то вещи, которые, я очень надеюсь, движут нашу профессию вперед, потому что это очень интересно и полезно. — Вы вообще в театры часто ходите? Когда были последний раз и на какой постановке? Не считай кукольного театра. — Я пытаюсь смотреть все премьеры города Екатеринбурга, и наших театров, и гастролеров, которые приезжают к нам, и мировые премьеры проходят у нас здесь, в Екатеринбурге. Я театрал, и я бываю очень часто и в театре драмы, ну, в Тюзи это наш родственный театр, наши коллеги-побратимы, да. Я бываю и в театре музыкальной комедии, я бываю, ну, каждую премьеру практически, я не помню, что бы я пропустил в театре оперы и балета, поэтому последнюю премьеру я смотрел в детской филармонии. Это буквально несколько дней назад было. В детской филармонии открылся детский мюзикл, и они меня приглашают, спасибо им огромное за это. Это была страна невыученных уроков. Вот я смотрел, потом мы обсуждали эту работу. Послезавтра иду в оперный театр на премьеру «Кармен», поэтому я как бы в курсе, что происходит в театральном мире нашего Екатеринбурга. А когда премьеры ждать зрителям вашего театра, кукольного театра Екатеринбурга? У нас премьера прошла совсем недавно, 1 октября, буквально несколько дней назад. Мы поставили детский спектакль «Василиса прекрасная», и мы к Новому году готовим 4 спектакля. Это много. Я очень надеюсь, что мы успеем, наш зал для самых маленьких, он в процессе сейчас, поэтому мы активно работаем над этим проектом. Петра Степановна, спасибо вам большое за ваше время, за ваше мнение. Спасибо большое, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова